всем привет добро ко мне пожаловать с вами я алексей и мы продолжаем с того места с которого закончили до конец пятого дня бесконечное лето основная версия лагерь совенок проходим мы историю славе и что же у нас было в прошлой серии а в прошлой серии ольга дмитриевна застала семена и славю лежащими на кушетке в медпункте но разумеется что ольга дмитриевна могла еще подумать да конечно же самое плохое то время как ничего плохого не происходило семен со славей просто лежали на кушетке рядом в одежде надо это заметить полностью одеты славе даже была свитере семена который он ее должен чтобы она согрелась чтобы она не мерзла он просто ее грел лежал и грел ну что ж продолжаем читать устраивайтесь поудобнее а я вас буду радовать своим чтением так продолжаем я бы еще долго мог жалеть себя и мучиться но усталость взяла свое я отключился и да как и всегда желаю тем кто сейчас кушает приятного аппетита а тем кто собирается спать и отдыхать приятного отдыха и приятных снов и день шестой вот так вот спалось плохо я постоянно просыпался на пару минут а потом снова отключался толком ничего мне не приснилось лишь какие-то гротескные картины которые забылись к утру разбудила меня Ольга Дмитриевна вставай уж я протер глаза и вопросительно посмотрел на нее сколько времени достаточно все тело болело голова была тяжелая тяжелая как шар для боулинга марш умываться я послушно встал взял пакет с зубным порошком и щеткой и вышел на улицу обращаться с вожатой совершенно не хотелось общаться с вожатой совершенно не хотелось извиняюсь понятно что меня ждет разбор полетов причем суровый но лучше его отложить на как можно более поздний срок в конце концов я всегда так хотел так делал пытаясь не заснуть на ходу я кое-как дошел до умывальников холодная вода несколько привела меня в чувства может быть стоит зайти к славе пока еще есть немного времени просто сказать ей что я сожалею с другой стороны от чего мне оправдываться идея была ее и что я то я то что сделал не так просто опять попал в глупую ситуацию где все факты против меня я вздохнул и направился назад к домику Ольги Дмитриевны с твердым намерением если и не убедить вожатую в своей правоте то хотя бы показать что на своей позиции я буду стоять до конца однако в комнате никого не было я сел на кровать и обхватил голову руками надо придумать оправдание срочно красивое и правдоподобное если она не хочет верить в правду впрочем ничего удивительного на ее месте вряд ли бы кто поверил в голову не приходило ничего хоть сколько-нибудь стоящего я просто сидел и смотрел в окно на восходящее солнце тихо скрипнула дверь и вошла вожатая Ольга Дмитриевна я все же хочу вам объяснить что не стоит я удивленно посмотрел на нее я все понимаю то есть вы понимаете что это совсем не так как выглядело почему выглядело это именно так я не хочу осуждать тебя или славю понимаю молодые организмы гормоны и все такое я обессиленно вздохнул и опустил голову на руки что мне сказать чтобы вы мне поверили ничего я же говорю все понимаю ничего вы не понимаете прошептал я себе под нос ладно маш на линейку я встал и нехотя поплелся за ней но зайти то мне можно к ней конечно же нет вожата удивленно посмотрела на меня как будто такой вопрос был чем-то абсолютно неуместным я уже предупредила медсестру чтобы тебя не пускали ну хотя бы как она себя чувствует похоже славе действительно заболела я не успел спросить насколько серьезно потому что мы уже вышли на площадь иди вставай на свое место я остановился рядом с электроником что вчера было шепнул мне ты о чем ну ты внезапно исчез да так вот еще не хватало чтобы весь лагерь узнал ведь если неправильно поняла вожата то уж остальные хотя я уже начинал думать что возможно не все так уж и неправильно линейка состояла из переклички и сообщение о том что в душевых сегодня ремонт поэтому помыться не удастся наконец пионеры весело галдя пробежали на завтрак я уныло поплелся за ними по правде говоря есть совсем не хотелось постояв у двери и столовой я развернулся направился прочь не знаю как так получилось но вскоре передо мной словно из ниоткуда возник медпункт похоже сработал автопилот я пристально уставился на дверь стоя в нерешительности меня же не пустят да и что остается ждать наказание от Ольги Дмитриевны если оно вообще будет ждать пока узнает весь лагерь а это еще хуже насмешливые взгляды со всех сторон отчуждения и ведь наверняка так оно и произойдет нет я вряд ли в чем-то провинился но именно в данной сидячейке этого фантастического социума такой проступок точно считается если не грехом то серьезные девиации а значит терять мне уже нечего я уверенно постучался сейчас сейчас я дернул ручку но дверь не открылась заперта через несколько секунд в замоченной скважине провернулся ключ и показалась медсестра доброе утро пионер доброе уверенно ответил я ты же знаешь что тебе сюда нельзя знаю но если бы вы нет нет так не пойдет лукава сказала она приказ вожатый есть приказ если ты спросишь лично меня то я ничего плохого в твоем поведении не нахожу но вот ольга дмитриевна может все таки нет я злобно посмотрел на нее развернулся и демонстративно медленно зашагал прочь от метута что делать дальше я не знал просто шел вперед изредка калашматя кулаками стричные деревья очнулся я от этого приступа ярости только тогда когда руки уже нестерпимо болели а губы все были искусны в кровь и самое интересное ведь что вся эта фантастика с попаданием в непонятный пионерлагерь закончилась самой банальной жизненной ситуацией такой же глупой как и все мое существование я опять что-то не так сделал где-то не подумал а меня неправильно поняли что же пусть все теперь идет своим чередом возле столовой никого не было я вздохнул с облегчением и сел в дальний угол чтобы не дай бог меня никто не увидел кое-как запихнув себя завтрак я уже собирался уходить как моему столику подлетела Мику доброе утро Семен а я сегодня проспала что-то можно я тут с тобой посижу и не дожидаясь ответа села рядом я ухожу уже вообще-то а правда что у вас о слове это того ну ты понял она пристально уставилась на меня хлопая глазами кто тебе такой сказал конечно стоило ожидать что слухи расползутся быстро но не настолько же я начал медленно звереть я от Жени узнал я от Жени узнала а она вроде бы от Староежкина а ему сказала Ольга Дмитриевна ты не подумай я не хочу лезть на свое дело просто нет если не хочешь не отвечай но если это не секрет не хочу отвечать ты права я встал и быстро направился к выходу день сегодня был жарким это распаляло мою злость ведь жару я не люблю впрочем сейчас что угодно могло вывести меня из себя однако надо было решить как вести себя дальше меньше всего мне хотелось с кем-то сталкиваться поэтому я направился в лес чтобы спокойно подумать остановившись на полянке я присел на пенек взял палочку и начал ковырять ее землю если от меня ничего больше не зависит то и остается только ждать но а что я собственно могу с боем прорваться в медпункт даже если и так то что дальше попытаться вразумить Ольгу Дмитриевну вряд ли получится забавно но вся фантастика вылилась в обычную бытовую ситуацию если бы это происходило в моем мире то и проблем бы никаких не было в самом деле что такого ну спал я с девушкой кого это волнует даже если бы мне было 17 лет ничего страшного бы не произошло было бы немного сложнее но все же а тут что я не хозяин сам себе впрочем был ли я им вообще когда-либо все ли от меня зависело в моей собственной жизни вряд ли я достиг хоть одной вершины к которой стремился а теперь здесь достигнув ее никак не могу удержать может быть с самого начала я был всего лишь зрителям мое попадание в этот лагерь местные обитатели все события которые здесь со мной произошли все это не более чем причудливая игра в которой я только лишь пешка но если так то свою роль стоит сыграть как можно лучше я встал и решительно направился назад в лагерь план еще не до конца созрел в голове однако для себя я уже все решил в домике вожатой никого не было я начал рыться по шкафам и собрал в мешок спальник свою зимнюю одежду фонарик и кое-какие теплые вещи которые смог найти выйдя на улицу я нос к носу столкнулся с Алисой поход собрался да в поход уверенно ответил я что же удачи она хитро улыбнулась и пошла дальше быстрым шагом я направился в сторону медпункта в конце концов медсестра тоже человек и на обед она наверняка пойдет я засел в кустах и принялся ждать время летело быстро в голове все прояснилось решение мое было твердым я не обдумывал свой план дальше ближайшего хода мне было все равно главное что я действую именно так как сам считаю нужным а там дальше будь что будет наконец показалась медсестра она осмотрелась но видимо не обнаружила не обнаружив угрозы она закрыла медпункт на ключ и быстро пошла в сторону столовой как только она скрылась за поворотом я в несколько прыжков подскочил к окну и яростно забарабанил по стеклу вскоре показала славя Семен ты что здесь делаешь тебе же нельзя как себя чувствуешь хорошо но Ольга Дмитриевна сказала мне что еще день надо здесь побыть мне сказала совсем другое вылезай Дмитриевна сказал я ты что зачем испуганно спросила славя вылезай потом все расскажу она некоторое время внимательно смотрела на меня потом без возражений открыла окно я помог ей спрыгнуть на землю и что дальше пойдем я взял ее за руку и направился в сторону леса через несколько минут славя остановилась Семен что мы делаем а что такого ты считаешь что все это правильно нет но так будет только хуже почему же мы имеем право поступать как считаем нужным хорошо но что дальше об этом я не думал каждый этап моего плана пока что реализовался весьма успешно но просчитывать даже на ход вперед совсем не хотелось смотри я открыл сумку и показал вещи которые забрал из домика вожатой и славя вопросительно посмотрела на меня не знаю отсидимся в лесу пока что покажем что с нами тоже надо считаться но ведь это глупо по-детски если не хочешь она жалобно посмотрела на меня я я сделаю как ты скажешь хе-хе-хе от этих слов у меня мурашки по коже побежали как ты скажешь раньше мне никто никогда такого не говорил в любом случае думаю сейчас это самое лучшее решение ну ладно я расстелил спальный мешок на земле и мы сели на него и что будет и что будем делать не знаю я был как никогда близок к провалу нет я не сомневался в своем решении но что делать дальше и правда не знал а что ты хочешь поесть было бы неплохо ты ничего с собой не захватил вот об этом я как раз и не подумал нет медленно ответил я ладно мы продолжали сидеть молча интересно будут ли нас искать даже если будут то вряд ли им это удастся лес большой ну вот беда ну вот еда да ну вот беда но вот еда ну вот еда к вечеру и я ездить хочу ладно ты сиди здесь я скоро вернусь куда ты за едой может вместе пойдем не стоит я мигом оставив славе одну на полянке я быстрыми шагами направился назад к лагерю в том что она никуда не уйдет и дождется меня я был абсолютно уверен хотелось бы так же верить что я запомнил дорогу если искать нас еще не начали то славе уже хватились точно так что стоит передвигаться как можно осторожнее чтобы меня не заметили в принципе опасность исходила от любого пионера а не только от знакомых о таком вопиющем случае похищения человека наверняка уже известно всему лагерю если добраться перебежками до столовой не составило особого труда то что делать дальше я не знал не могу же я вот просто так взять и войти туда прячешься я аж подпрыгнул от испуга сзади стояла ульянка проголодался небось она пристально уставилась на меня ну чего молчишь я на секунду потерял дар речи поэтому ответить не смог как зачем пришел так вот здесь у нас опять варианты выбора да 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 просто следить захотелось хочу взять еду для слави но разумеется нам нужно взять еду для слави мы же за ней пришли за едой для слави правильно он же сказал сейчас я мигом вот она пойдем вот по этому выбору хочу взять еду для слави ну вот как да вот так ладно сейчас к моему удивлению ульянка не стала задавать неудобных вопросов она побежала к столовой и мгновение ока скрылась за дверью я не знал что делать дальше довериться ей ждать или бежать пока она не вернулась кавалерии однако ульянка не дала мне времени на обдумывание так как уже спустя пару минут появилась вновь с каким-то пакетом в руках вот в пакете оказалось полно булочек в пакетах и несколько треугольников с кефиром но почему потому что это смело и круто она хитро улыбнулась славе привет передавай ульянка помахала рукой и убежала я еще некоторое время стоял за мешательстве но потом направился назад в лес вообще это не похоже на ульянку но я был ей благодарен в конце концов одному мне бы вряд ли удалось днем достать еду без приключений вернувшись на полянку я обнаружил там славе все в той же позе сидевшую на спальнике ну что ж тут я думаю мы завершим эту серию настолько был интересный здесь поворот событий да что мне самому даже не легко было остановиться но надо надо остановиться и продолжить в следующей серии а от вас я думаю вы знаете чего я жду оцените мое чтение и тогда выйдет продолжение озанимое окончание этой истории тогда мы уже перейдем к следующей у них там осталось три в основной версии бесконечного лета да еще три истории представляете так что ну так ну все всем пока 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 я не знаю